Ульяновск В прошлом году проект уже проходил в Великом Новгороде, Рязани, Ярославле и Петрозаводске. В году наступившем Ульяновск стал первым городом, где проводятся подобные мероприятия. У людей накопилось немало вопросов, ждущих безотлагательного решения. В основном людей волнуют проблемы, то что, например, нет транспорта в вечернее время, очень сложно уехать, что пробки на дорогах, что низкие зарплаты, что проблемы с ЖКХ, с управляющими компаниями, что они не выполняют своих обязательств перед жителями. Уличный опрос – это только первая часть акции «Что не так?». После открылся круглый стол, на котором проблемами делились представители гражданского общества. Бессменным модератором дискуссии выступал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Задача под эгидой Общественной палаты создать широкую такую платформу, клуб условно мы его называем, «Где присутствовали бы все активисты региона, города, но не только активисты, а еще и чиновники, представители власти, журналисты, которые заинтересованы в развитии общественных проектов, чтобы можно было на этой площадке неформально, энергично обсуждать сразу вместе с чиновниками какие-то проекты, интересующие общество». Развитие туризма, массового спорта, проблемы молодежи и инвалидов – таков основной круг интересов городских активистов. Дискуссии на седании круглого стола стояли острые, выступления были эмоциональными. Это лишний раз подчеркивает, что гражданское общество достигло в Ульяновской области зрелости. «Мы также, по примеру общественной палаты, будем раз в неделю проводить большой брифинг перед вами, рассказывая вам о том, что мы выловили, что вы выловили. И с приглашением, конечно, туда ответственных должностных лиц. Уверяю вас, я уже достаточно долго работаю, это будет крайне, крайне для многих неприятным известием, когда мы их будем приглашать на эти брифинги». Благодаря работе проекта «Что не так?» во многих регионах открываются дискуссионные клубы при региональных общественных палатах. Будем надеяться, что произойдет это и в Ульяновске. Следующими на очереди значатся Астрахань и Киров. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.